Главным балетмейстером филиала Мариинского театра недавно был назначен выпускник Гитиса, хореограф-постановщик, заслуженный деятель искусств Северной Осетии Валерий Суанов. Владикавказскому зрителю это имя стало более известно, пожалуй, после постановки модерн-балета «Шолк». Позже молодого танцора стали приглашать на мировые театральные площадки. Его отелло в постановке известного литовского режиссера Анжелики Холиной отличается особой харизмой и кавказским темпераментом. Сегодня он гость нашего вечера. Добрый вечер, Валера. Добрый вечер, Ирина. Как настроение? Слегка приподнятый, потому что вы меня заочно повысили, я уже заслуженный деятель искусства, и мне это так льстит. А, да? Нет этой должности? Почему-то я думала, что есть. А, всё, работник культуры, прошло. Ну, мне как бы польстило, что вы меня так высокооцениваете. Значит, будет ли это должность тоже. Валера, ну, скажу для зрителей, мы давно знакомы, поэтому мы, наверное, на «ты» будем. Да, легко. Да, вот я поздравляю с этой должностью. За определенный период ты уже поменял несколько должностей. Работал в управлении культуры, администрации местного самоуправления, художественным руководителем ансамбля. Алан сегодня должность главного балетмейстера филиала Мариинского театра. Вот как ты считаешь, таким образом как бы тебя судьба направляет на твоё место? Или это просто такое стечение обстоятельств, случайные? Мне кажется, что все эти события в моей жизни не случайны, конечно. Судьба меня так испытывает, притирает немножко, испытывает прочность. И мне кажется, что сейчас я на своём месте. Мне там очень комфортно. Если, допустим, в предыдущей, к примеру, чиновничьей должности мне было слегка дискомфортно, потому что есть какое-то ограничение в свободе творческой, то здесь творить не хочу. Ну вот, ты сейчас сказала, судьба меня там проверяет, как-то, да, вот, притираешься ты, притирают тебя. А для творческого человека же очень важно, вот когда такие случаи бывают, да, очень важно не сломаться. Потому что если человек творческий, он сломается, то всё, дальше, наверное, это, дальше ничего не пойдёт. А как получается вот удержаться? Ну, мне кажется, что такие тяжёлые моменты бывают, да, когда вот... Творчество не может быть лёгким. И я благодарен судьбе за то, что она мне посылает такие испытания, которые пока не ломают меня. И надеюсь, что все испытания, которые мне будет послать жизнь, будут мне по плечу, и я смогу достойно выходить из сложных ситуаций. Ну, пока ничего такого страшного не было в моей жизни, в моей творческой жизни. И все намеченные цели, которые я ставлю перед собой с какими-то трудностями, мне удаются. Ну, я в этом уверена. Просто для творческого, наверное. А творческий человек просто более ранимый. Поэтому я задала этот вопрос. Мне это кажется. Ну, я не могу сказать, что я прям такой ранимый. Я кремень. Постановка спектакля «Портрет Дариана Грея». Это вообще одно из моих любимых произведений. Сейчас у нас вот на плазме эти кадры из этого спектакля. В чём философия для тебя этого спектакля? Почему ты обратился к этому произведению? И что ты хотел показать танцам? То есть именно это произведение хорошо легло с точки зрения балета? Ну, на самом деле, есть несколько причин, почему я взялся за это произведение. Во-первых, это заранее хорошие продажи, потому что имя. А, ну, да. Портрет Дариана Грея. Я думаю, это спектакль, который захотят увидеть, ну, большая масса захочет увидеть этот спектакль. Ну, так и получилось же. Аншлаг был, мне кажется, каждый. Да, определённые даже, наверное, рекорды по сборам подвели. И что мне очень лестно. Но не думаю, что там ключевую роль сыграло, допустим, моё имя. Это всё равно бренд Оскар Уайльд, там портрет Дариана Грея. И люди хотели посмотреть. Мне хотелось обратиться к духовной чистоте человека. Заглянуть в его мир изнутри и показать, обнажить какие-то пороки человеческие, присущие нам всем. И, возможно, научить чему-то. Научить тому, чтобы мы не стремились, не участвовали в гонке за вечной молодостью. Всему своё время и тема нравственного падения всегда будет актуальна в нашей жизни. Поэтому и обратился к этому произведению. Да, мне кажется, даже вот эти какие-то такие отрицательные вещи, мы в себе часто, ну, не то, что не видим, мы не хотим их видеть. Да. А нужно заглянуть, увидеть и… Очень важная черта, мне кажется, для каждого человека – это умение анализировать себя и понимать, что, к примеру, лично сделает хорошо или плохо. С коллективом ансамбля «Алан» сложились на прекрасные отношения именно с труппой, да, с танцорами. Была возможность вообще вывести ансамбль на тот уровень, ну, мне так кажется, это моё личное мнение, которое было когда-то. Там не сложилось, был, ну, во всех соцсетях, в средствах массовой информации говорили о том, что, как бы, уход – причина того, что ты работаешь в театре Вильнюса. Сегодня продолжаете сотрудничать? Да, продолжаю сотрудничать, и большое за это спасибо Ларисе Бесаловне, потому что она мне дала определённую свободу, ну, и в то же время она очень требовательная. То есть под мою зону ответственности, ну, много включает в себя аспектов вот эта зона ответственности, и тем не менее мне разрешается раз в месяц вылетать и играть в спектакли. Ну, то есть не мешает работе никак? Нет, абсолютно никак не мешает. Такой, наверное, общий вопрос могу и конкретнее. Что сегодня у нас в республике с балетом? Так, с балетом? Как обстоят дела? Я тоже всех спрашиваю, что у нас в республике всё-таки с балетом. Не, ну, просто, когда смотришь репертуар театра оперы-балета, конечно, там больше всё-таки оперы, да? И понятно, почему мы поющая республика, ну, в принципе, мы и танцующая республика. Да, мы и танцующая республика. А вот балет? Балет — это специфический, конечно, жанр, требующий очень мощной базовой школы, которой у нас, к сожалению, пока нет. Как только появится эта базовая школа, появится и классический балет. Но в тех условиях, в которых мы сейчас существуем, нам надо идти по другому направлению. То есть, допустим, не пытаться подтянуть наших артистов без классического образования до уровня там Мариинского театра или Большого, а адаптировать всю хореографию под них. То есть, ставить такую хореографию, которая бы была, ну, выигрышно на них смотрелось. И этим путём мы сейчас идём, тем самым приобретая какое-то новое лицо для театра. Тем не менее, где найти профессиональных танцоров? — Привозить извне, допустим, с Москвы или Санкт-Петербурга. — Ну, давай скажем так, что вот не секрет, что лучше всё-таки стремятся, ну, если девушки в Примы, Большого или Мариинского, даже если не туда, хотя бы в Кардебалет, да, что здесь, есть ли здесь востребованность, есть ли... Ну, постановок-то мало, да? — Да. — Насколько они могут быть здесь? Чем можно привлечь профессионального? — Танцора. — Мне кажется, нужно... У нас, начну с того, что у нас много талантливой молодёжи. Прям невероятно одарённые, харизматичные, растянутые, фактурные ребята. Просто очень важно, чтобы в жизни нашёлся человек, который бы... — Поведёт за собой. — Да, поведёт за собой раз, или хотя бы укажет нужные направления, в какую сторону идти. К моему счастью, такой человек был в моей жизни, как бы остаётся. Тимур Секоев, я ему очень сильно благодарен, и он мне указал направление, и в какое-то время вёл за собой. И благодаря ему я поступил, выучился, работаю. — Сейчас у нас в планах расширить штат. То есть мы доберём около... Ну, до 10 человек ещё плюс к существующему балету. И мне кажется, вот... Ты мне задала вопрос, Ирина, да, вот как они... Что их может завлечь? Мне кажется, образы, которые они... — Роли. — Сыграют, да, роли. То есть, допустим, танцуя, допустим, в академическом ансамбле «Алан», очень сложно, допустим, выбиться, к примеру, в солисты, это архи сложно. Нужен огромный пазл, чтобы сложился, чтобы тебя вывели там на первые планы. А тут есть возможность, то есть типаж, допустим, совершенно неказистый какой-нибудь парень. — Ну, даже и второстепенная роль, она тоже уже... — Да, второстепенная роль, или, допустим, роль, которая требует какой-то грубоватости в теле, или, допустим, лицо может быть какое-то очень интересное там. Я их могу привлечь за счёт того, что они могут сыграть какие-то роли и образы, вложить в них драматургию. — Да, это интересно. — Да. — Это интересно. А вот есть такое... Раньше же, в принципе, к тому виду искусства относились... Ну, как бы чуть ли не позором это было, что ли, но совсем-совсем давно, вот я про историю Авруры Газдановой, да, когда она, там, родня узнала, что она хочет, там, балетом, она уехала. Ну, вот чем эта история, это был позор для родни. И, насколько я знаю, что и Светлане Адрхаевой не особо разрешали, да, стать... Вот сегодня вот это стереотипное какое-то отношение, оно поменялось к этому виду искусства? У нас в Осетии. Или его надо менять? — Я считаю, что его необходимо менять. Балет — это элитарное искусство, которое прививает эстетику и любовь к прекрасному. Для меня балет — это нечто божественное. То есть я могу отдать свою зарплату, одну из, там, допустим, на поездку в любую точку мира, чтобы посмотреть достойный спектакль. И очень часто вылетаю, там, в Санкт-Петербург, Москву. И у меня есть возможность лицезреть лучшие творения лучших хореографов. И хочу, чтобы такая возможность была у каждого гражданина и жителя Северной Сети. Если нет, то нужно создавать здесь. — А вот у тебя, как у режиссера, не бывает такой какой-то творческой ревности, когда ты ставишь спектакль? Ну, пока только один поставил, да, в Театре Эльболета? — Да, пока один. — Да, пока не бывают мысли, вот, «Ух, я бы станцевал тут лучше», но не так, вот в связи с этим на почве, ну, на этой почве не бывают какие-то споры, не портятся ли отношения с танцорами? Ну, потому что ты сам профессиональный танцор. — Ну, профессиональный, громко сказанный, конечно. Я немножко скромничаю, конечно. — Сказано, как есть. — Да, но нет, конечно, не бывает никакой ревности. Все-таки у меня такая специфика в работе, что я выстраиваю хореографию под определенную личность. То есть она на мне бы не смотрелась абсолютно никак. Ну, то есть ставлю максимально выигрышно ее именно на данного артиста на данное время. Поэтому никаких ревностных отношений, конечно, нет. И успех моего танцовщика, моего артиста — это, конечно же, мой успех. — Так, то есть изначально есть сюжетная какая-то линия, да, спектакль изначально, или изначально есть танцор? Что в первую очередь? Под танцора ищешь ты? — Это всегда бывает по-разному. Вот бывает так, что, к примеру, ты идешь по улице и видишь определенный типаж. Или, допустим, видишь его в каком-нибудь спектакле, или в ансамбле ты увидел, что вот что-то в нем есть такое. — Но если ты видишь на улице определенный типаж, он-то не танцующий, этот типаж. — Я из любого камня взял постельник. — А, вот так даже? — Конечно. — Серьезно? — Да. Дайте мне время. Ирина, хотите сыграть спектакль? — Я? — Да. — Ой, с удовольствием. Можно маленькую-маленькую роль? — Маленькую роль, конечно, за большой гонорар мне. — Хорошо, договоримся. Спасибо. Валера, я предлагаю тебе... Вот мне сейчас понравилось, как ты мне предложил, значит, роль. Я тебе сейчас предлагаю роль ведущего попробовать. — Так. — И дальше эфир провести вместе со мной. — Это как-то оплачивается? — Это... Вот, кстати, нет. — Нет. Ну ладно. — Соглашайся, давай попробуем. — Я согласен. — Ты мне сделала предложение, от которого невозможно отказаться. — Женщине нельзя отказывать. Спасибо большое. Сейчас у нас позже будет очень интересный гость. Я думаю, тебе... А почему мы скрываем? Это будет Чермен Дудаев. Я думаю, что нам есть о чем с ним поговорить. Творческая личность. Интересный человек. Очень глубокий. — С удовольствием увижусь с ним, пообщаюсь. — Все, мы пока уходим на рекламу, потом вернемся. Эфир. — И опять.